Ну все, тону. Волна проблемы бед накрылась головой. Иду ко дну, но сил до Беринга добраться нет. Я понимаю, что все закончено со мной. Последний раз всплыву, чтобы воздуха вдохнуть, а дальше можно спокойненько тонуть. По биографиям осужденных женщин, совершивших преступления в наркотическом или алкогольном дурмане, можно писать душещипательные романы. Вопреки запланированному сценарию судьбы, нечаянно увядшая жизнь забрала у них и любовь, и семью, и друзей. Тут мы банально рисуем на психотренинге картинки. Я понимаю, что все мои баночки там просто закупорены. И я их скрыла далеко не только от чужого глаза, даже от себя самой. Я, честно говоря, плакала. Был тренинг, у меня текли слезы, я не могла успокоиться, потому что каждую банку я достала и вскрыла с этими чертами. То есть со своими вот этими обидами, разочарованиями, там завистью какой-то обычной людской. Все это у меня хранилось в определенном уголке в подвале. Теперь это все вытащено наружу. И понимаете, это как вздох. Человек вздохнул полной грудью. И теперь, после этого, ну мне намного легче стало, у меня появилась гармония внутри. Откровенные разговоры по душам в лечебно-исправительном учреждении номер 7 не просто способ организации досуга, а важная часть программы социализации осужденных. Недавно здесь открылся реабилитационный центр «Аврора». Женщины, отбывающие наказание, здесь будут готовиться к освобождению. Не секрет, что многим осужденным трудно вернуться к обычной жизни. За время, проведенное в исправительных учреждениях, утрачиваются социальные навыки и связи. Уверенность в себе снижается мотивация. В реабилитационном центре им помогут вспомнить, что такое нормальная жизнь. Здесь уютные теплые комнаты, тренажерные залы с современным оборудованием и кухня, где, как и любая женщина, можно почувствовать себя настоящей домохозяйкой. Понятно, что прожить в условиях, приближенных к домашней обстановке, смогут только те, кто твердо встал на путь исправления. Первые 10 человек уже прожили в центре «Аврора» 2,5 месяца. Для нас это первая группа, особенно важная для нас. Изменения у нас прямо на глазах. Девочки все стали доброжелательные, общительные, открытые. Проявляются такие таланты, о которых мы даже и не знали. Для нас, для воспитателей, это особенно важно, что наш вклад в их дальнейшую судьбу принесет, думаю, след незабываемый. Сюда попадают, как говорят психологи, чаще всего недолюбленные еще в детстве или лишенные должного внимания во взрослой жизни женщины. И этот недостаток воспитания, нехватку знаний, которые привели к преступлению, приходится компенсировать здесь и сейчас. Ведь слово не только ранит, но и лечит. Скажем так, скорби, которые здесь они имеют, они умягчают сердце. А это сердце, оно, такое сердце, оно склонно быстрее воспринимает то, что Господь им дает. Да. Но воля для них проверка. Потому что человек, когда освобождается, сразу все искушения, испытания, которые на воле не сразу на них набалились. Вот кто-то может, кто-то нет. Поэтому, может, наша задача как раз это помочь человеку уметь сопротивляться вот этим испытаниям. Шестой год, девятый год, тринадцатый, пятнадцатый. Перевернуть страницу и начать жизнь совершенно чистого листа. Возможно. Но это сложно. Для этого нужно не только время, но и силы. Прежде всего тем, кто принимает этот вызов судьбы, оказавшись уже в свободном плавании. Но благодаря сотрудничеству из правительной колонии и наркологического диспансера республики, бывших осужденных сопровождают уже другие специалисты. Цель нашего проекта сделать так, что до освобождения этой женщины нужно, чтобы она была мотивирована на продолжение контакта с врачами-специалистами. И вот наши специалисты выезжают в Лиуси, заранее уже заполняют карту социальных потребностей этой женщины. И здесь будет как бы вот поводырь с ней, который поможет ей первый период после освобождения из мест лишения свободы пройти этот путь, трудоустроиться, найти жилье, в конце концов снять психологическое напряжение. Поддержка не ограничивается лекарственными препаратами и лечебными процедурами. Во избежание повторного влечения к наркотикам или алкоголю врачи разработали полный маршрут социальной адаптации. Заключают ежегодно договора с центром занятости населения. Они нам предоставляют вакансии для трудоустройства. Также мы здесь проводим семинары с приглашением специалистов из центра занятости населения. Почему? Потому что вот эти женщины, которые освободились из женской колонии, они могут встать на учет в центр занятости населения, пройти учебу, получить разные виды специальности. Это просто здорово, мы считаем. Также мы заключаем договор с комплексным центром социального обслуживания населения. На нашей базе работает также социальная гостиная. К положительному результату идут годами. Не только осужденные, но и те, кто берет на себя обязательство их сопровождать. Вы знаете, проект родился как дитюль нескольких ведомств. То есть инициаторами этого проекта, ресоциализация женщин, освободившихся из мест лишений свободы, у нас было обсуждение на круглом столе под гидой управления Федеральной службы по контролю за наркотиками. То есть мы были приглашены в гости, были приглашены в гости сотрудники системы ВСИН, и была поставлена задача. Очень высокая рецидивная преступность у лиц, потребляющих наркотики, которые освобождаются из мест лишений свободы. И вот в процессе обсуждения специалистов всех этих ведомств и родился такой проект. На первых ласточек этого проекта возлагают большие надежды. И теперь, научившись контролировать курс дальнейшего движения, остается лишь правильно распорядиться своей волей.